В предыдущей серии мы приехали на рыбалку в Хогсбек, прогулялись до водопада Ласточкин Хвост, а после полудня я приготовил копченую на ройбуши форель и равиоли под соусом из чеснока и текилы. Благодаря Хельге, Крису и Фриде нас ждал прекрасный день на природе. Я спрашивал сам себя, когда жизнь и еда превратились в сиюминутное удовлетворение нужд самообслуживания, телеобеды, курицу из микроволновки за 15 минут, шоколадный мусс из упаковки, деньги ни за что и любовь за деньги, подменив бесценную дружбу, выходные на природе, солнечный свет и отличные пикники. Итак, добро пожаловать. Это «Приготовлено в Африке». Это моя жизнь. Приготовлено в Африке. Итак, мы собираемся углубиться в буш. Мы уже здесь. Мы посреди буша. Если вы посмотрите налево или направо, то увидите кустарник. Он здесь повсюду. Это же буш. Итак, мы находимся в дороге уже 15 или 16 дней, и все становится интереснее и интереснее. Я готовлю по всей Южной Африке. Каждые несколько дней вижу новых людей и новые места. Это будет незабываемое путешествие. Хоксбек находится всего в 60 километрах от Эдалаиды. А если по прямой, то еще ближе. Но в то время как мы едем по проселочной дороге в охотничий заповедник недалеко от Эдалаиды, пейзаж сильно меняется. Вам ехать вон туда, вдоль побережья, а потом повернете вглубь и поедете дальше по этой дороге. Спасибо. Спасибо. Замечательно. Нам осталось 3 километра туда, 10 километров туда, и мы окажемся у Тейри и увидим, какой он построил дом. По пути в Транскей мы остановимся на ночь в частных охотничьих угодьях Молвини. Не терпится туда попасть. А завтра – Уайлд Кост. Вот дом, который построил Терри. Останавливаясь у друзей, вы можете полностью расслабиться, а это именно то, что нам нужно после многодневной поездки – немного отдыха и релаксации. Р-н-р. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, бульон. Мы приготовим на всех еду, которую они съедят чуть позже. Все поехали смотреть на животных, оставив меня здесь с неизбежным заданием чем-то их накормить по приезду. Бульон готовится просто. Начнем с репчатого лука, чеснока и лука-порея. Нашинкуем, выложим на сковороду и поджарим. Теперь я добавляю остальные компоненты, которые будут готовиться в течение нескольких часов, чтобы вечером, когда мы займемся обедом, все было безупречно. Немного приправим. Соевый соус. Иногда я предпочитаю использовать его вместо соли. Это легкий соус. И черный перец. Аромат свежего перца. Вот замечательные ростки фасоли. Высыпаем сюда немного люци. Люци. Подскажите. Как правильно? Люцерны. Люцерны. Я так и хотел сказать. Совсем немного. Бульон хорош тем, что вы можете приготовить его из чего захотите. Не обязательно повторять все за мной. Кидайте, что есть. Пробуйте, приправляйте и готово. Имбирь, потому что я его люблю. Свежая кинза с огорода. И ферлеп. Так на африканце называется ужасно выглядящий базилик, который хорош в бульонах. Теперь осталось добавить воды и, возможно, еще чуть-чуть приправить. Я расскажу, что мы сделаем по ходу. Вода. Доведем до кипения и оставим вариться. Субтитры создавал DimaTorzok Наверное, все вы когда-то были детьми и учились жарить хлебные палочки. Учитывая то, что мы оказались здесь целой толпой детей, вечером мы поджарим несколько хлебных палочек, а затем сделаем что-то типа фондю с ранее сваренным бульоном. Это очень просто. Френ, иди сюда и расскажи, пожалуйста. Расскажи всем про тесто. Это то, что называют постное тесто. Четыре чашки пшеничной муки, пакетик дрожжей, щепотка соли, немного сахара и две чашки чуть теплой воды. Все перемешивается. Тесто надо положить в тазик и поставить в теплое место. Мы поместим его у огня. Когда объем теста увеличится вдвое, придайте ему нужную форму и выпекайте. Я кладу немного сыра пекорина и маслины. И совсем чуть-чуть песто. Отличная смесь. Таня, не хочешь заняться приготовлением? Поверь, они все вегетарианские, никаких оправданий. Тебя ждет минута славы. Ты идешь? Вот как они выглядят перед жаркой. А затем чудесным образом в процессе приготовления они станут румяными и хрустящими. Можно полить их растительным маслом. Передайте всем. Осталось поставить их у огня под небольшим углом и не слишком близко, чтобы они слегка поджарились. Что самое приятное, вы можете наполнить их чем захотите. Каждый приготовит то, что ему нравится. Можете положить туда сыр, вишню, все что угодно. Сыр, вишню, ягоды и вот что я имел в виду. Затем у меня есть немного голубого сыра, который я хочу туда положить, добавив соус и сладкого перца чили и попробовать такой вариант. Это моя сестра. Раскатай вот так. Продолжай делать. Нет, нет, что ты делаешь? Ты что делаешь? Я думала, так надо. Не верится, что мы только что это сняли. В поисках следующего кадра я пришел сюда. Все выглядело замечательно. Бери палочку. Извини, Глен. Вот сюда я кладу голубой сыр, немного сладкого соуса чили. Заворачиваем. И прищипываем вот так, чтобы соединить края. От этого Таня готова взорваться на много кусочков оливкового масла, чтобы стали хрустящими. Она не жарится. Попробую так. Так, ребята, теперь нам осталось принести бульон, который я приготовил днем, и поставить его на огонь. Хотел бы я, чтобы вы видели, как парням придется уйти из дороги. Помните, я приготовил очень много. Ставим бульон обратно на плиту. То, что мы собираемся сделать, замечательно тем, что, по сути, это фондю, если не считать того, что мы положили сюда разные овощи, а также мясо спрингбока, которое замариновали сегодня днем. Это приятный процесс. Можете выбрать, что нравится, нанизать на шампур и замариновать. Своё я хочу приправить соевым соусом, чтобы сделать это чуть солоноватым. Нанизываем на шампур. После этого просто положите весь шампур в котел и оставьте готовиться насколько захотите. И вы оставите, чтобы вы хотите, чтобы вы хотите, чтобы вы готовите. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, завтра мы поедем дальше в Транскей, чтобы зарядить аккумуляторы, и увидимся завтра Дайте мне маршмеллоу Кстати, это наше дерево маршмеллоу Это эндемик Южной Африки, и вы больше нигде не сможете его найти Вот как оно готовится Поверни, поверни, сгорит Быстрее, быстрее, не волнуйтесь, я в курс Ага-чья Всегда грустно покидать дом друга, но мы уже сняли половину шестой серии и движемся к Уайлд Косту в Восточном Кейпе Единственное, что могу сказать об этом необычном месте Билл и Кэнди – наши хорошие друзья, и даже под угрозой пыток я не открою вам его точного местоположения Таким образом, вы сможете сюда попасть только в нашей компании ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От Аделаиды до Уайлд Коста всего несколько сотен километров, и эта поездка на динозавры займет не более 10 часов Но это ничего не значит, так как я знаю, куда мы направляемся Мы на протяжении 20 лет останавливались в этом месте побережья, но последний раз были здесь около полутора лет назад, и я не помню Надо поворачивать налево, налево, налево или направо, направо, направо Это не особенно важно, так как по одной из них мы попадем на побережье ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нравится, как Джастин говорит, на развилке налево, на второй направо и опять направо А когда расходится 5-6 дорог или 7, мы разворачиваемся и возвращаемся Это ерунда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Другая роль из «Властелина колец» Не властелина, а хоббита Когда они идут к большому, доброму, дружелюбному гиганту, которому людей представляют по одному У меня такое ощущение Джон Булл Проходи Я не знаю, где остальные, а у вас как дела? Спасибо, хорошо, ты на автобусе? Я веду автобус, так что все эти люди здесь, но я не знаю, где остальные Знакомьтесь, Джон Булл, Гордон Джон, как дела? А это Кэсси Привет, рада встрече Мы с вами представимся, Робби, привет Мы в сверхсекретном убежище Как я говорила, я тут главная, а это мои миньоны Скажите привет, миньоны Привет, миньоны Привет, миньоны Кисло-сладкие напитки для девушек Я хочу показать вам, где мы Вот куда мы приехали заряжать аккумуляторы после почти 20 дней дороги Чтобы всех взбодрить, я приготовлю напиток Вкусный и свежий, который поможет нам продержаться еще несколько дней Это простой напиток Раздробим немного льда Насыпаем в бокал Нарезаем лайм Кладем в бокал перчик чили Это то, что нужно, когда вы чувствуете, что начинаете сбавлять обороты Должно быть это как-то связано с океаном и всем тем, что снаружи Несколько перчиков чили целиком Гаррет поймал нам тунца и теперь с ним занимаются вон там В нашей компании появилось много новых людей, которые присоединились к нам сегодня Они сидят вон там Теперь добавим сюда немного меда Итак, тут есть три разных вкуса Острый и пикантный вкус чили, кислота лайма и сладость меда Мы называем это кисло-сладким напитком для девушек Так он называется? Хотите попробовать? Водка Всегда роняю А теперь надо растолочь все вместе, чтобы вкусы смешались Спасибо, Джесс Ладно, Кэнди Хочу два бокала Тогда тебе придется выпить все Кэнди один уже получил и теперь я быстро приготовлю еще Пусть это делает Гордон, а я тем временем займусь тунцом, которого привез нам из Кейптауна Гарретт Нарезаем лайм и кладем в бокал Свежий чили, дробленый лед, мед и водка А теперь перемешаем все вместе Для вас, Джон Спасибо, Джесс Джон, тебе придется это выпить Джон Джон, наш хозяин Хорошо Отличный вкус Вы знаете, как непросто новым людям войти в компанию? Поясню, это все равно, что стая рыб Поначалу мне немного сложно сюда войти, так что я собираюсь хорошо выпить Надеюсь, вы тоже Гарретт, где наш брат по сашими? Что вы подумали? Гарретт, ты устроил бардак То нет от Гарретта Кто-нибудь хочет сашими? Да Жареный тунец с авокадо Вот что мы сделаем с остальной рыбой в расчете на тех, кто не ест ее сырой Мы обваляем ее в соевом соусе и быстро обжарим в оливковом масле с небольшим количеством авокадо и щепотью черного перца На сей раз я не забираюсь совать себе пальцы в горло, Дэйву Приготовлено как ты любишь? Отлично Если хотите, идите все сюда Спускайтесь сюда Спускайтесь сюда До новых встреч После непродолжительного спокойного отдыха Кэнди перевернула весь наш мир с ног на голову, устроив импровизированную вечеринку Для последней игры, в которую мы сыграем, идите по кругу в Малбори Вы встали в круг? Начнем игру Представьте, что вы солдат, марширующий, размахивая руками Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Соевый соус Это шокирующий кадр Это было ужасно Присоединяйтесь к нам Проваливай Чтобы отпраздновать Ребята, лучше и быть не может Ты лучше сворачиваешь Посмотрите на мой Там немного пепла Но так даже вкуснее Видишь, это мой Это быстро и вкусно Джастину придется ждать очень долго Выглядит как собачий завтрак и на вкус тоже похоже По-моему, Джастин часто делает так А потом вы должны облизать пальцы Вот так Он сейчас обожжется Я пытаюсь ускорить процесс Горячо Ведущий со-режиссер, автор идеи Джастин Банелло Режиссер Дейл Роткин Продюсер Жанна Банелло В этой серии вы увидите, как Джастин обжег руку, что я предсказал в 645-й раз за этот вечер Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Red Media